Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и я приветствую вас в рубрике прогноз. Второй полуфинал, который сегодня состоится на стадионе в Лужниках, где сборная Хорватии будет играть против сборной Англии. Да-да, многие российские болельщики подумывают о том, что наша команда могла бы сыграть в данном матче, но хорваты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти и вышли в полуфинал. У хорватов вообще получился очень сложный путь, они сыграли в плей-офф два матча и два закончились в серии пенальти. Ну а сборная Англии идет по турниру достаточно уверенно, если не брать только в расчет поражение от бельгийцев, где состав у англичан был не основной, впрочем, как и у самой Бельгии. В матче против Колумбии могла случиться для Англии роковая ошибка, когда на последних минутах англичане пропустили гол от команды, которую переигрывали в течение всей игры, но все-таки в серии после матчевых пенальти англичане взяли наконец-то верх. Ну а со Швецией прагматичный футбол от Саутгейта и его команды оказался на классе выше своих соперников. Также, друзья, для любителей ставок я хочу напомнить, что эти самые ставки лучше всего делать у самого надежного букмекера 1xbet. Сегодня 1xbet предлагает на победу англичан коэффициент 2,3, на победу Хорватии 3,6, ну а ничья в основное время стоит 3,1. Интересный момент, если у сборной России и у ее болельщиков были усы надежды, то у англичан... Ох ты, какой момент, друзья, сразу меня тут перебивает хороший удар Англии, но Субашич на месте. Так вот, у России усы надежды, а у Англии жилет. Это самый главный аксессуар Британии этим летом. В какой момент у Хорватии Лука Модрич бил поворотом, но на месте голкипер. Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии, рассказал свои впечатления о организации чемпионатов мира в России, которые, естественно, положительные, и попросил поддержки от российских болельщиков. Но, учитывая то, что произошло совсем недавно с участием одного из игроков сборной Хорватии, я думаю, что многие российские болельщики от этой команды отвернутся. Ой, какой момент у хорватов и как играет Пикфорд! Для тех, кто интересуется статистикой, то личных встреч между Англией и Хорватией, конечно же, было много. Ну, а для российского болельщика самая запоминающаяся, это та в 2007 году, когда хорватам ничего не нужно было в отборе на чемпионат Европы, но победа выводила нашу сборную на этот самый турнир. И хорваты тогда обыграли Англию на Уэмблее. А вот с каким счетом, напишите вы в комментариях, потому что, если честно, я подзабыл. А нет, друзья, я вспомнил. 2-3 тогда Хорватия выиграла у Англии, и какой был шанс сейчас у Гарри Кейна? Но вот после этого англичане еще дважды играли с хорватами, и Англия брала уверенные реванши за то самое обидное поражение. 4-1 в 2008 году и 5-1 в 2009. Также хочу вам, друзья, напомнить, что вчерашний прогноз у нас прошел на 100%, поэтому статистика наша поднимается все выше и выше, и нашим прогнозам можно доверять. А если не видели вчерашний прогноз, то обязательно переходите по ссылке в описании и посмотрите. Там было очень интересно. Кстати, сейчас был Хендерсон с мячом, и у данного игрока из Англии самая длинная серия без поражений. Какой пас! И чуть-чуть Стерлинг не добежал до этого мяча. Харри Кейн удар, и чуть мимо мяч проходит. Несмотря на то, что счет у нас 0-0, игра очень и очень интересная и захватывающая. Лингард в хорошей позиции отдает передачу, еще один пас, и можно уже пробить поворотом удар, но заблокирован. У Хорватии хороший момент, и вновь голкипер Англии выручает команду. Какой перевод, англичане уже в штрафной площади, удар и штанга после сейва голкипера. Хорошая позиция для атаки у сборной Англии, они уже в штрафной площади, нужно поискать, кому же еще сделать передачу. И классный удар какой получается, но Субашич на месте. Стерлинг. Стерлинг удар, и чуть мимо штанги. Какая позиция, и гол Хорваты забивают на 83-й минуте. Да, вот так вот, Англия имела приличное преимущество в данной встрече, но хорошим моментом воспользовался Ковачич и забил гол. Ну что ж, у англичан остается несколько всего лишь минут на то, чтобы сравнять счет, и пока этого сделать не получается. Вот так, друзья, преимущество на данном турнире иногда решает не все. И даже в нашем прогнозе выигрывают Хорваты. Я, друзья, немножко расстроен, вы знаете мои пристрастия, и что сегодня я буду просто рвать глотку за сборную Англии, но все же в прогнозе вот получилось так. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, я надеюсь, что вы уже поставили лайк, подписались на канал и в группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!